Это сборник всех моих сюжетных видео, пятый сезон. Посмотрев все эти сборники, вы поймёте сюжет на 80%. Оу, ты очнулся. Вставай, вставай, я тебе должен кое-что рассказать. Стой, где стоишь. Я знаю, что ты связан с Впискосом. Впискос? Кто это? Ха-ха, не прикидывайся. Это тот, кто дал тебе эту дурацкую перчатку. Ладно, остынь. Не знаю, из чего ты это взял, но это неправда. Я сейчас всё объясню. Ну, скажи мне, пожалуйста, а на каком ты проценте? А с чего это ты решил, что я буду с тобой разговаривать? Ах, как всё сложно. Те проценты, которые ты видишь, это процент распаковки твоей истинной силы. А 32-й жаждет её получить. Как только ты упал в обморок, мне пришло уведомление с твоей перчатки. Я сразу же телепортировался туда. Но было уже слишком поздно. Он тоже почувствовал пробуждение твоей силы. И мне правда очень жаль, что... Твой друг погиб в том бою. Это всё, что от него осталось. Кстати, мои новые концерты уже через неделю. Обязательно приходите. Ссылка на билеты в описании видео. Я хочу узнать прошлые руки Клекса. Чего? Нет, стой! А ты так умеешь? Да, я так умею. А почему ты мне не рассказал? Хотя от брата ты далеко не ушёл. Зачем ты вообще забрал его руку? Отдай. Подожди! А, я не дам тебе этого сделать. Почему? Потому что я боюсь, что это плохо кончится для тебя. Что ты вообще несёшь? Однажды, Прискос решил заглянуть в будущее своего близкого друга. Но после того, как он это сделал, он обезумел. Он напал на своего друга и забер его в одной из креокамер. Я видел это. Поверь мне, я унаследовал волю Прискоса. Мы обязательно победим 32-го и вернём его. Обещаю! Майнкрафт, но я ищу руку Клекса. Я не слишком доверяю Прискосу, поэтому хочу проверить, что было на самом деле. Я видел, как Прискос уносил руку в тот проход. И я думаю, он специально закрыл этот проход от посторонних. Но у меня есть кирка. Главное, чтоб Прискос ничего не узнал. Что это? Что здесь вообще производится? Ладно, проходим. Тут ещё один проход. Это ещё одна лифтовая шахта. Спускаюсь. У лаборатории есть ещё и третий этаж. Эта часть лаборатории сильно отличается от верхней. Тут клетки. Для кого? Там рука Клекса. И моя перчатка. Давайте быстрее посмотрим прошлое. Ха-ха-ха-ха. Всё-таки ты мне не доверяешь. Ладно, можешь смотреть. Только я тебя предупреждал. Ну, и что ты увидел? Я оживлю Клекса прямо сейчас. Если вкратце, то Клекс был создан мятной кошкой. Да, мятная кошка это одна из учёных, дочерней компании Телес. Чтобы воскресить Клекса, нужно найти его крафт. И я его нашёл. Вообще-то я его нашёл. Нам нужна тыква, железный блок и два рычага. Но вместо этого рычага мы поставим эту руку. По логике мы получим именно нашего Клекса, так как память о нём осталась в руке. Но самая главная проблема в том, что память галемов равномерно распределена по всему телу. А это значит, что мы вернём Клекса только на 13%. Ну что, ты готов? Я вставляю. О, рыжий кот. Класс. Клекс потерял память. Привет. Мы с Крискосом вернули его всего на 13%. И, к сожалению, он меня не помнит. Поэтому я подготовил несколько вещей, которые могут ему напомнить, кто он такой. Смотри, это наша первая коллаба с тобой. Майнкрафт, но мы играем в слова. Итак, Клекс должен продолжить говорить на ту же букву, на которой я и закончил. Стой! Ты помнишь? Меня зовут Клекс. Понятно, у нас тяжёлый случай. Помнишь, как ты самый первый заподозрил во мне в Рискоса? Он специально оставил тот комментарий. После я собрал первые доказательства его подмены. Ну что? Это выглядит как постанова. А, ладно. Это же твоя любимая рубрика «Смертельная викторина». Становись сюда. Вспомнил? Нет. А если так? Вау, прикольный трек. Эээ, странно. Что? Ты их знаешь? Да. Это мама и папа. Только у мамы были зелёные глаза. Финал пятого сезона это вот этот клип.